В принципе, любая, сколько-нибудь серьезная страна стремится влиять на события во всем мире, поскольку мир сейчас достаточно тесно взаимосвязан, и каждое событие так или иначе сказывается на интересах всех стран. Поэтому то, что сейчас самым влиятельным человеком мира признан президент Российской Федерации, а президент Соединенных Государств Америки оказался лишь на втором месте, показывает, что у нашей страны сейчас появились очень серьезные инструменты влияния на обстановку в мире. И, насколько я могу судить, Российская Федерация пользуется этими инструментами в основном достаточно грамотно, и положение дел в мире сейчас действительно, хотя и медленно, но все-таки меняется в нашу пользу. И меня это очень радует. Ну, а почему американский президент впервые за много лет, и, по-моему, даже десятилетий покинул первое место? Да потому что сами Соединенные Государства сейчас зашли в стратегический тупик. Они еще могут поддерживать существующее положение, но уже не в состоянии менять его к большей своей пользе. И это значит, что в ближайшее время обстоятельства начнут меняться уже вовсе не в их пользе. Честно скажу, мне их не жаль. Они столько времени корежили весь мир так, чтобы придать ему форму удобную для их собственной задницы, что давно пора воткнуть в эту задницу несколько штыков.